Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ребята, что-то много новостей, понедельник, да ещё 13 число. Ой-ой-ой, и у меня много троллей что-то. Ребята, вы с троллями не разговаривайте, не разговаривайте с ними. Я же всё равно их удаляю, так что будете писать понапрасну, а я их сразу распознаю. Ладно, новости какие. Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска. Да, есть два дня на оформление специальных цифровых пропусков, которые с 15 апреля станут обязательно для передвижения по столице. И типа уже сайт упал, вот, и говорят, что это американцы этот сайт накрыли, хатерская атака. Вот нужно кому-то, а? Ой. Ладно, в Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса. Так, когда, когда, когда? Ну давай уже говори. Ноябрь, ноябрь, сказал Джан, Джан такой, Джан, Джан Вень Хун, если чё, к нему все претензии. Ноябрь. Ну, я вам говорил до Нового года, так чё. Так, в России изменили график экзаменов на водительские права из-за коронавируса. Как я успел сдать свои права на радиолюбительство? Как хорошо. Сейчас, ну не знаю, там вообще-то даты есть, но вряд ли это будет. Ох, вряд ли. А я успел, я успел в феврале. Хорошо. У меня теперь высшая категория, я больше не парюсь. Больше просто нету. Так, в России осталось два региона без коронавируса. Это чё, Чукотка подел? Чукотка-то! Моя родная Чукотка, я там два года жил. Мне было пять лет и шесть. И республика Алтай. Ну, там просто не могут никого найти. Там где-то они в горах, наверное, или где. Так, все результаты отрицательные. 1425 жителей проверили в Алтае, все результаты отрицательные. Да они не тем, наверное, проверяли. Они мужиков проверяли этим. На беременец тесты им прислали. Ну, и вот. О, власти Чукотки отмечали, что есть подозрения на инфекцию двух мужчин. Их пробы отправлены на дообследование. Ну, беременность точно. Так, ладно. Елена Летучая сломала ребро и ушла из телепроекта. Ну, вот если кому интересно, Елена Летучая, я вообще понятия не имею. А, телепроект «Танцы со звездами». Она со звездой какой-то танцевала. Я, она сама звезда. Она ведущая? Да, во время тренировок получила травму, занималась, принималась, принимали обезболивающие они вместе с партнером. Да ладно. Ну, ладно, я, это, ну, пускай выздоравливает, летучая ведь она, ну. Определена глубина пандемии российской экономики из-за коронавируса. Я вам так покажу. Во, все понятно, да? Один процент, два процента, пять, семнадцать, все в руки. США задумали создать альтернативную ВОЗЗа. Ну, это, это, Трамп собирается, планирует создать альтернативную. А туда он больше денег платить не будет, хватит. Кремль оценил возможность повторения девяностых в России из-за коронавируса. Да, ребята, да. О, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения того, что на фоне эпидемии коронавируса в России повторятся криминальные девяностые годы. Да, они пошли уже, ребята, они уже пошли. Да. Представлены идеи адаптации Москвы к режиму самоизоляции. Ну, что-то тут красить. На столичных улицах будут знаки, специальные маркеры, которые, значит, помогут пешеходам не забывать о соблюдении дистанции. На скамейке съемные разделители. Ой, ой, ой. О, еще интересно. Для супермаркетов прикрепить к обычным тележкам для продуктов гибкие обручи из переработанной пластмассы. Они заблокируют колесики, а сама тележка покатится только после того, как человек окажется внутри обруча и замкнет его. Господи, не надеются на сознательность, да? Оставшиеся без работы подмосковные гастарбайтеры рассказали о выживании. Статья большая, ребята, но смысл, знаете, в чем? На чердаках они селятся. Собеседница издания из деревни Сокольники по имени Ольга Рыскала, что на чердаке ее дома поселились пара киргизов. Они появились, как не рабочую неделю объявили. Говорят, оба работали в торговом центре, центр закрыли, за квартиру платить нечем. И живут, она их подкармливает, боится, что пара начнет готовить на чайку. На чердаке произойдет пожар, или соседи пожалуются в полицию на нелегалов. Да, вот так, ребята, на чердаке. Как в том старом анекдоте, у меня, говорят, до сих пор на чердаке два китайца живут. Ну, вот сейчас вот киргизы живут на чердаке. Плохо это? Что за жизнь на чердаке? На московской стройке нашли мужчину без головы. Ну, наверное, прораб. Он нормальный, он изначально без головы был. Прораб. Кроме шуток, ребята, да, нашли. Совместное распитие и так далее. А тут я где-то видел, в Саратове нашли двух пенсионерков, пенсионеров, зареженных ножом. Господи. Да, 90-е. Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса. Ну, слава тебе, Господи. Наконец-то. Кличко сообщил мэр украинской столицы. Виталий Кличко. Что, и в одной строчке написано? Ну, ребята, как-то странно. Я ничего не хочу сказать, ребята, но вот как-то я Кличко мэром не очень представляю. Так, пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова. У него из всех мест брали, вот оттуда у него коронавирус нашёлся. Поняли, да? Не люблю я его. Он какой-то. Какой-то он. Байден представил план по снятию санитарных ограничений в США. Но это он зря. Там нечего снимать. Там, наоборот, надевать надо ещё ограничения. И это он зря. Вот зря. Честное слово. Господи, какая парочка будет бороться, а? Трамп и Байден. Боже, что и мой. Обама. Выходи, выходи, Обама, выходи. Так, Кургинян. Ответом Китая на коронавирус может стать ренессанс маоизма. Ух ты, Мао, Мао Цзэдун. Ну, помните, да? И что-то весьма неприличное на язык ко мне бросится. Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам. Ну, я так думаю, из них 49 начальникам госпиталей, ну, в смысле больниц, да? А всё остальное всем медикам по трёшке. О, а здесь уже 10 миллиардов рублей. Я дальше не буду смотреть. Там будет 5, 3, 2, 1, старт. Российская армия получила Т-90. Мы. Прорыв. Танк. Танчик, танчик. Называется прорыв. Улучшенный Т-90 заменит армату. Да кармата и не было. Вы чё? Вы чё? Какие? Какие арматы? Была одна фанерная. И та сломалась как раз возле мавзолея. Морги Нью-Йорка не справляются с количеством погибших от коронавируса. Да, ребята? Это так, это так. Много. В Нью-Йорке много. Вы представьте, сколько на самом деле в Москве. Потому что Москва и Нью-Йорк всё-таки две столицы. Ну, Нью-Йорк не столица, но тем не менее, крупнейший город. Ой-ой-ой. Так, Голикова призвала не пугаться данных о числе заболевших коронавирусом. Ну, по-моему, русские уже сейчас ничего не пугаются. По-моему, уже какое-то вот отрешение, от всего. Ну, мне так кажется. Цена нефти Brent росла на открытии торгов. Ну, это хорошо. Это хорошо. Так, рубль вырос к доллару на старте торгов. Вообще всё растёт, ребята. Растёт в России, всё растёт. Идёшь так вот, смотришь. Выросло уже. Боже мой. Так, в США из-за коронавируса умер миллиардер и близкий друг Трампа. Ну, какой дядь хороший. Никогда не скажешь, что он друг Трампа. Известный миллиардер Стэнли Чера. Скончался на 71-м году жизни. Надо же. Не спасли. Коронавирус, да. Так, в США решили отправить гуманитарную помощь в Италию. А-а-а. Вы всё поняли, да? Путин туда отправил военных. Теперь США отправил военных разузнавать, что делали русские военные в Италии. Боже ж ты мой. Италия – это база. База теперь, база. Лукашенко обратился к больным с коронавирусом в Белоруссии. Ну, и чё он? Я хочу обратиться к людям. Коронавирусный психоз. Не опускайте руки. Ну, да. Психоз-то у него самого. Орал, что у нас ничего нету. А вот сейчас уже есть. Уже сейчас есть. В ВОЗ рассказали, когда Россия пройдёт пик эпидемии коронавируса. Ну, когда, когда, когда? Ну, когда, когда, когда? Тьфу ты. Да ничего не сказали. Ничего не сказали. Пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции. Ах, вот когда. Ну, это когда рак на горе свиснет, чтобы люди социальную дистанцию в Москве. Ха-ха-ха. Ещё раз. Ха-ха-ха. Сталкёров назвали возможных... Нет, сталкеров. Назвали возможной причиной пожара в Чернобыльской зоне. Мне тут уже писали, да. Там же всё закрыто, перекрыто. А эти лезли, там вот чёрные копатели, их сталкеры называют. Ну, и вот закурили и подожгли всё к чертям. Плохо. Это вроде одного нашли курящего. Путин поручил изучить возможность поддержки сервисов доставки еды. О, я знаю, 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 кому это будет. Это сразу это путинскому повару всё будет. Его и поддержат. Ха-ха. Пригожин, да. Точно, ребята, точно. Сделку по нефти сочли провалом России. Ну, это как бы... Блумберг об этом пишет. Блумберг пишет. Да. А в Кремле заявили, что не считают Россию проигравшей. Ну, это ж Кремль. Сделка по нефти разочаровала рынок. Историческая сделка ОПЕК не смогла успокоить тревог на рынке относительно резкого падения мирового спроса. Ну, да. Нефть-то никому не нужна. Хоть как сделываетесь между собой, а нефть она никому не нужна. О, зашёл на живой журнал. Ну, там опять Лена Мира, Лена Мира. Надоела она, Лена Мира. Ну, правильно она пишет вот статья. Почему нельзя болеть? Вот у неё, у какой-то подруги мама умерла просто потому, что с Колю ждали очень долго. И умерла от инсульта. Все едут на коронавирус. Я вчера говорил, 9 часов ждали, значит, скорой помощи, чтобы пациентов в больнице отдать. Сейчас уже 13 часов ждать. Это половина смены. Ой, больше даже. Да, ребят, лучше не болеть. Опа, это чё у меня такое? Американское какое-то издание. Сайденайт. А, воскресный шторм ночной. Повредил всё к чёртовой матери. Это где, 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 это Теннесси, да, Теннесси, вернее, Теннесси, штат, аэропорт. И ой, 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 всё к чертям. И люди сидят без света. Ну, как-нибудь, как-нибудь это всё восстановить. Да, ребят, у нас ветер. Главное, вчера не было такого предсказания. А сегодня ветер дует, нас с собаками носило. Я вот так вот их, как эти воздушные шарики. Или змеев, змеев воздушных, вот это вернее, летают. Так, врачи реально работают, как в войну. Георгий Федосов. Это уже до эхо Москвы я добрался, да. И вот у него температура, пневмония 37,2, 38. Кислорода не хватает. Я уже понял, что это нехорошо. Позвонил в скорую, а у них машин нету. Нету, вызывайте этого, как его, участкового. Участковый прибежал и, значит, сразу стал звонить в скорую. Уже участковый сумел вызвать скорую помощь. Вот его положили в больницу. А результатов теста нету, нету результатов, нету. И особенно будьте внимательны люди, с которыми я контактировал в ближайшие недели. Если, ребята, кто из моих слушателей контактировал с Георгием Федоровым, вот имейте в виду, у него коронавирус. Вот так. И твиттер. Умер сосед, до пенсии чуть не дожил. Это сколько же? Ой, 60. Ну, где-то мой ровесник, наверное. Я не знаю, когда сейчас пенсия у вас отдаётся. Вот прям даже не знаю. Умер сосед, до пенсии чуть-чуть не дожил, всю жизнь впахивал. Он при жизни говорил, что политика Путина правильная, внешняя вообще огонь. Итог. Родня не забрала тело из морга. Не на что хранить. Похоронили в общей могиле с бомжами. Вся Россия в одном соседе. И комментарий. Не осуждайте. Он честен, но обманут. У него был телевизор. Ребят, вот многие ругаются на своих знакомых, соседей и так далее. Ребят, они больные. Они больные от телевизора. Понимаете? Вот в чем дело. Да. Так. Россиюшка Тудэй. Твиттер. Добрый день. Мне маску и антисептик. Масок и антисептик нет. Возьмите салют. Это красиво. В Москве 13 апреля отметят салютом 75-летие освобождения Вены. Вы все поняли. Ой-ой. О, Навальный накопал. Смотрите. Почитайте, если вы в Москве. Полезно каждому. Приказ выписывать из больниц недолеченных пациентов с коронавирусом. Вот, пожалуйста. Приказываю. Да. Это кто приказывает? Ну, кто-то приказывает. Установить следующие критерии выписки пациентов с внебольничной пневмонией или коронавирусом. Из медицинских организаций. Да-да-да-да-да-да-да. Для продолжения лечения в амбулаторных условиях на дому. Вне зависимости от наличия или результатов выполненных исследований на коронавирус. Поняли, да? Выписывают вот просто. Ну, некуда складывать-то, да? Ну, полегче стало и домой, и домой. Нехорошо это. Вопрос. А какая на них ответственность? А действительно, какая на них ответственность? Так. Если на сугробе написать Навальный, то на следующий день снег убирают. Вот и чиновники из Фрянова снесли ветхую станцию скорой помощи на следующий день после нашего репортажа. Помните, я вам рассказывал, доктор молодой стоит из станции скорой помощи. Ну, а новой-то нету. Ну, а где он тогда будет стоять? Ну, сломали. Хорошо. А дальше-то что? Вот вы говорите, Навальный полезен или не полезен. Так они строить-то не будут. Вот в чём дело. Так, хороший вопрос. А кто-нибудь в курсе, куда пропали мобильные госпиталь МЧС Минобороны РФ? И почему вместо их развертывания Минобороны РФ целый месяц должно строить новые? Я правильно понимаю, что если бы на РФ кто-нибудь напал, то раненые должны были месяц ждать, когда их начнут лечить. Да-да-да-да-да. Вот это да. Не знаю, правда, не знаю, нет. Титр Борис Абрамович. Газета «Известия» Соловьёв, Киселёв, Скобеева, Захарова, Навка, Пескова и другие общественные деятели обратились в Госдуму РФ с просьбой ужесточить наказание за оскорбление и издевательство над ними в интернете. Терешкова тоже жалуется, наверное. Ну, ладно. Да это, да ну, скорее всего, фейк. Так, ладно, утка. Ну что, юмористы, дошутились, а вот это уже точно не фейк. Начальник отдела исполкома МГРО по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями Единой России Эрнест Макаренко в соцсетях предложил составлять списки людей, которых смешит слово «печенега». Да, вот в ЕР предлагают составлять списки людей, смеющихся над печенегами. Комментарий. Власть реально больна и медикаментозно тут уже не помочь. Только скальпель или гильотин. Это от себя. Тоже комментарий. У половцев сразу возникли вопросы, почему их недооценивают. Да, ребята, всё у меня на сегодня всё. И, наконец-то, кусочек из вчерашнего платного ролика «Жизнь пенсионеров в Чикаго во время коронавируса». Мы с женой записали вчера. Её теперь не остановить вообще. Вот она болтает, болтает, болтает. Привыкла к микрофону. Ещё бы её в камере приучить. Но это трудно. Это всё равно, что кошку научить купаться. Вот так вот. Всё у меня. До свидания. До завтра, ребята, завтра в новом составе. Смотрите кусочек. Пока. А, пошла, пошла. Здравствуйте. Сегодня Таня и Володя. И Таня расскажет о чём. Здравствуйте. Сегодня воскресенье. Значит, ну, по-русски это вербное воскресенье. У нас здесь большой праздник. Католическая Пасха. Истер называется сегодня. Вот. И службы в храмах идут, но без присутствия народа. И всё это показывается по разным каналам телевидения и по интернету. Ну, в прямой трансляции во всех храмах установили камеры. И в прямой трансляции люди как бы могут там присутствовать, чтобы никто по возможности не выходил из дома. Ну, что вам сказать, значит, обстановка у нас какая? Ну, паники нету. Количество инфицированных растёт. Количество смертей тоже растёт. Вот, к сожалению. И пока с этим ничего полностью сделать нельзя. Но государство очень много, начиная с 1 апреля, государство приняло очень много социальных мер для защиты населения, чтобы не было паники, чтобы люди по возможности меньше ездили и так далее. Ну, я уже рассказывал о предыдущих роликах, что промтоварные магазины все закрыты, работают открыты только продовольственные магазины. Ну, если это какой-то большой универсант, где есть и продукты, и плюс ещё товары другого, других департментов, они, конечно, открыты. Типа Walmart. Да, типа Walmart. И вчера моя знакомая была в Walmart, у нас вчера случилось ЧП, у нас не завелась машина, и оказалось, что нужно менять батарею. Я попросила свою подругу поехать купить батарею, и вот она говорит, я пришла туда, там это огромный супермаркет, где можно купить всё, и продукты в том числе. Она говорит, народу было очень много, и люди покупали и полотенца, и коврики, и так далее. Ну, кому чего нужно. Вот. Ну, во-первых, у входа в магазины, во все, значит, поставили огромные коробки, и в этих коробках маски, и в этих коробках перчатки. Призывают всех без исключения надевать маски и надевать перчатки. Бесплатно? Да, конечно, бесплатно. И повесили огромные плакаты такие, и с рисунками, и с надписями. Почему с рисунками? Потому что если человек не знает английского языка, он надпись не прочтёт, а по рисунку всё ясно. Чтобы социальную дистанцию в два метра, чтобы люди соблюдали. И поэтому вот в кассе, например, стоит очередь. Почему эта очередь растягивается и получается длинной? Потому что каждый стоит со своей коляской в двух метрах друг от друга. Вот. На кассах везде поставили такие пластиковые защитные стенки. Так что кассир, он с тобой не общается, и ты с ним, вы только между вами защитная пластиковая. Ну, из прозрачного пластика такая, экран такой большой, который вот на всю длину этого... Прилавка, что ли? Ну, не прилавка, а где касса? На всю длину вот этой кассовой секции. Вот. И все кассиры в масках и в перчатках. Вот. Многие даже... Если это департненты, где продают продукты, например, ну, гастрономические, где они там режут, взвешивают там и так далее. Они все в шапочках, они все в масках, они все в перчатках. Вот. И надписи такие, что стекло-прилавка, пожалуйста, руками не трогайте и так далее, и так далее. Вот. Но люди все это соблюдают. Очень много... Мердерами? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова